Рад вас приветствовать, меня зовут Виталий Дымарский, а сегодня в гостях у меня, у нашей программы, у вас, уважаемые наши слушатели и зрители, сейчас начну перечислять, писатель, поэт, литературовед, как по известному фильму и просто хороший человек, Дмитрий Быков. Дмитрий Львович давно не разговаривал. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, Виталий Наумович, тем более. Одни слова по поводу отмены культуры и культуры отмены, там такая игра словами. Ну, смотрите, действительно, время от времени приходит какая-то информация с запада, с этого, как у нас принято, коллективного запада, что-то отменили русское и так далее, и так далее. Как вы вообще к этому относитесь? Может быть, это, скажем так, естественная реакция людей, возмущенных по всему миру, значит, тому, что здесь происходит? Ну, знаете, как говорил Жаботинский, евреи имеют право на своих дураков. Запад имеет право тоже на своих идиотов, которых там очень много. Это надо сильно его идеализировать, чтобы не допускать существования здесь идиотов. Такая чрезмерная, парадоксальная, я бы сказал, неадекватная реакция на сегодняшнюю российскую реальность у кого-то имеет место. Я с этим не сталкиваюсь абсолютно, потому что, наоборот, я вижу возросший интерес к моим лекциям, к моим курсам, к моим семинарским занятиям. Все ходят послушать, как Россия дошла до жизни такой и что в ее культуре, в культуре, так сказать, Рахманинова и Достоевского предопределило вот такой поворот. Конечно, это все не имеет никакого отношения к Рахманиному, не даже к Достоевскому, который зафиксировал такое состояние ума, но не одобрял его. Я вижу, наоборот, огромную моду на все русское, огромный всплеск интереса к этому. А что каких-то людей, которые лично поддерживали Путина, они хотят видеть в европейских или американских концертах, так это может быть и нормально. С их стороны было бы даже честнее отгородиться от бездуховного зала. Путин сказал, что вымарывают, значит, из концертных афиш вымарывают имена Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и так далее. Да-да, и распинают причем, да, и мальчиков кровавых. Нет, что-то я пока не вижу и больше вам скажу. Я вижу огромный, со стороны издателей, со стороны журналистов, со стороны преподавателей, огромный всплеск интереса к русской культуре. Видимо, канцелируют не тех. И потом, давайте уж вспомним, сколько Россия наканцлила за последнее время, сколько она запрещала, как она ограничивает себя в контактах. Если кто и закупливается, то не Запад. То есть, а по ходу дела, вот эта ситуация сегодняшняя, она породила дополнительный, по поводу русской культуры понятно, а породила дополнительный интерес украинской культуре. Огромный, огромный. Я даже, меня попросили студенты местные просто прочесть лекцию об украинской фантастике, которая буквально предсказала очень многое, а поскольку, слава богу, с Мариной и Сережей Диченко я дружен, мне есть о чем рассказать. И любопытно, что украинская фантастика, она, ну, в частности, роман Марии Галиной «Автохтоны», она крутилась вокруг этих тем в последнее время. И российская тоже, но российская с позиции такой боевой фэнтези, с позиции Шенкандова, Шувенизма в духе Федора Березина. А украинская фантастика, эти темы рефлексируют очень серьезно. И интерес к украинской культуре, и, прежде всего, огромный интерес к украинской поэзии. И если хоть что-то весит мой голос, ну, я так буду счастлив, когда Сергею Жадану дадут Нобелевскую премию, рано или поздно дадут обязательно. Но надо давать сейчас, когда в расцвете сил и писательской зрелости. А вообще, вот вы сказали, что вы видите, как из Рахманинова, и особенно из Достоевского, из русского... Вот это вот получилось, да. Вот это вот получилось, да. А что получилось из украинской? Из кого, вернее, получилась украинская культура? И насколько украинская и русская культура, они дополняют друг друга или они оппоненты? Они не оппоненты, но они очень разные. Нужно это понимать. Все-таки, если критический реализм лежит в основе русского литературного метода, то украинская проза всегда имела в своей основе миф, начиная с Гоголя. Миф немецкий, романтический и, конечно, фольклорный. И, конечно, такие фильмы, как «Параджановские тени забытых предков» с его мифопоэтическим пафосом, они резко очень отличаются от того, что делалось шестидесятниками в России. И, конечно, украинская поэзия с ее пафосом скорби. Вот я про Василия Стуса написал в «Дилетанте», ведь Стус – именно поэт скорбный, поэт вечного недовольства человеческой природой ее несовершенства. Вот этого пафоса радости и самоупоения, которого столько было у российских шестидесятников, в Украине не было никогда. Достаточно почитать трагическую любовную лирику Лины Костенко. Мне кажется, что пафос трагедии, которого было много у Бажана, например, которого было много у Николая Ушакова, он в Украине как-то особенно был всегда ощутим. И вот этого трагического экзистенциального пафоса, вопрошения о смысле, мне у российских шестидесятников не хватает. Они были поверхностные, конечно. Вы знаете, я один раз был свидетелем странной встречи. Это произошло в Париже в 1992 году, то есть сразу после всех известных событий. Я увидел первую встречу после долгого перерыва двух диссидентов, украинского и российского. Это были Буковский и Плющ. Да. И мы сидели, разговаривали с Буковским, и вот время появляется Плющ. И вы знаете, что сказал Буковский Плющу? Что? А, Плющ! Первая фраза, что сказал один диссидент другому, да? Он говорит, ты чего на наш Черноморский флот претендуешь? Ну, это шутка в духе. Это не шутка была. Это была не шутка, Дима. Это была не шутка. Я имею в виду, а вот насколько, понимаете, да, насколько украинская культура и украинская литература, в частности, о которой вы начали говорить, насколько она националистична, что ли? Насколько она... Вот это интересно, понимаете? Я не знаю, какое слово подобрать. Нет, их национализм не был этническим. Это была попытка защититься в утробе, в материнском лоне национальной культуры от советской подлятины, как это называлось, Кандер. Вот мне Искандер, когда я его спрашивал о его ощущениях в 60-х, говорил, ну, нам-то было легче. У нас была национальная гавань. Мы всегда могли себе позволить скрыться в лоне национальной культуры, потому что опора на корни, она как-то предостерегала нас от вот этой всеобщей мерзости лжи. И, кстати говоря, именно в национальных издательствах можно было напечатать Пандельштама. Ну, мы помним все, как Марвелашвили в литературной Грузии печатал все вплоть до Гумилева. То есть, понимаете, это было время, когда национальное служило убежищем нравственным. Это не было национализмом. И когда вот того же Искандера я спросил, а разве вы не призывали к распаду? Я говорю, боже упаси, мы никогда не призывали никаким конфликтом. Мы призывали в этом находить опору в противостоянии тотальной лжи. Да, это действительно было, безусловно, так. И поэтому Акуджава опирался, он говорил, в моем характере есть что-то, то ли грузинское, то ли арбатское, что не позволяет мне терпеть хамство. Вот это очень точно. Поэтому я думаю, что в украинской культуре это не было национализмом. Это было экзистенциализмом, опорой на свое «я». И очень жаль, что русское «я» не отделило себя от «я» имперского. Ну, у кого-то это происходило, конечно, но это встречало бешеное противодействие. Точнее, где же это недавно-то появились обвинения в адрес Пушкина и вообще русской классики, которая имперская, которая... Понимаете, вот с этими обвинениями я сейчас подробно разбираюсь в статье для вашего же дилетанта, в статье про Бродского. Я там довольно наглядно объясняю, почему он написал на независимость Украины, как мне кажется. Проблема в том, что русский ресентимент действительно естественная вещь в больной системе ценностей. У нас была больная подпольная система ценностей с вывернутыми наизнанку перверсивными ценностями. Поэтому иногда для поэта ресентимент бывает очень привлекателен. Из этого можно сделать хорошие стихи. Но то, что Пушкин поддался один раз этому настроению, он за это дорого заплатил. Поэтому он и говорил в 1936 году, я уйду в оппозицию, а Сологуб говорил, да некуда уже уходить. Александр Александрович. Ему же сказал Чаодаев, вы наконец стали национальным поэтом. Надо только понять, что в устах Чаодаева это совершенно не комплимент, потому что Чаодаев католический мыслитель, предпочитающий всемирное национальному. И да, вы стали национальным поэтом, это все равно, как помните, Чеслах Милош написал Бродскому. Иосиф, если вы ничего не сможете написать за границу, ну ничего страшного, значит это и был ваш потолок. Бродский так обиделся, что немедленно начал писать. Смотрите, если мы ищем в культуре какой-то базис, какой-то фундамент того, что происходит, в частности, в политике, то насколько вот этот нынешний, ну по определению, кстати, Григория Явлинского, который неделю назад у нас был на интервью с Алексеем Венедиктовым, который по определению Григория Явлинского происходит вот этот левонационалистический поворот. Он имеет какой-то культурный фундамент? Это кто? Это Михалков, который теперь у нас во всех. Ну, если понимаете, то, что он имеет фундамент, это достаточно перечитать записки из подполья Достоевского и его же зимние заметки о летних впечатлениях. Это, в общем, не что иное, как рефлексия подпольного типа по поводу своей подпольности. Россия, да, довольно долго жила в подполье, и левонационалистические ценности, в общем, извращенные ценности, они являются ответом на эту ситуацию подполья, ситуацию такого уравнительства и закукливания. Но это очень недолгий поворот. Понимаете, а правонационалистический поворот, это откровенная фашизация, тоже ничего хорошего себе не несет. Настало время, видимо, четко отделить национализм от нацизма. И, в общем, да и любой национализм, если он не является культурным и этическим, вещь довольно опасная. Наверное, пора уже об этом сказать вслух. Ну, а левонационалистический поворот в российском мировоззрении, он очень долго готовился и очень естественно вытекает из ситуации обиды. В данном случае обиды на итоги холодной войны. Ну, то есть, вы хотите сказать, что как нацизм, да? Ну, это все многие понимают. Веймарская Россия, как назвали. Да, был реакцией на Веймар и на поражение в Первой мировой войне. Да, им показалось, что это поражение. Они не восприняли, определенные люди восприняли это как поражение, а не как, в общем, освобождение. Это действительно так. А 90-е годы это Веймар? Ну да, 90-е это Веймар. Веймарская Россия это то, что написал тогда Янов, и никто ему не верил. Я один, по-моему, сказал, что такой риск есть. И он очень был рад, что я эту идею поддержал. Тут же вот тогда мы с ним и познакомились. А я был совсем дитя. Но мне показалось уже тогда, что это не унижение, что это именно освобождение, что это новые возможности. Для кого-то, разумеется, свободная Россия была очень непривычна и нежелательна. Но не потому, что Америка нас унижала, а потому, что началось время ответственности, потому что каждому надо было принимать решения. А этого никто не хочет. Свобода воспринимается как бандич, понимаете, как бремя, как гордон. Вот это как вызов. Свобода – это когда вы должны думать сами, нельзя все время говорить, это все кровавый режим. Бремя свободы Россия восприняла как личное оскорбление. Ну ничего, теперь, когда настрадались, теперь время уже понимать ее всерьез. Ну не как бремя, а как бремя и как... Даже я бы сказал не бремя, а еще... Ну вы их затронули. Просто не способность, наверное, принимать индивидуальные решения. Поэтому легче подчиниться тем решениям, которые вам предлагают сверху. Которые вам навязывают, да. Тогда Валерий Попов, я помню, в нашем интервью процитировал Ключевского. Петр Первый еще сильнее закрепостил русских, прибавив к их бесчисленным оброкам обязанность быть свободными. Вот это очень точно. Это было новое закрепощение. А люди совершенно этого не желали. Это было ощущение, ну вот как замечательно тогда сформулировал Лев Лосев, сон ребенка, уставшего в теплом говне. Ну а это, в общем, оно вечно-то спать в этом состоянии нельзя. И сейчас, когда большинство пробуждается, да, уже хочется вспомнить из губермана. Когда однажды целая страна решает выбираться из говна, то сложно ли представить, милый друг, какие будут запахи вокруг? Ну да, но, слушайте, запахи запахами, но когда пахнет уже не просто говном. Тут кровью пахнет, конечно. Кровью пахнет, да, это уже хуже, понимаете, это уже не до шуток. Ну а это, понимаете, это всегда бывает такая вещь, когда происходит, ну если угодно, Юлиан отступник. Вот Путин был нашим Юлианом отступником. В это время многим казалось, что это навсегда. Всегда происходит возвращение, последний круг перед окончательным освобождением, всегда происходит последний круг закрепощения. Он всегда очень трагический, но он последний, ничего не поделаешь. После этого у России начнется новая история. Какая она будет, посмотрим. Я уверен, что сохранится и культура, и территориальная целостность, и, главное, национальные добродетели. Но с ложью большой придется проститься. Дима, а вам не кажется, что за, не то что там за десятилетия, а за века, в России сложилась определенная культура власти, и определенная культура взаимоотношений, если хотите, власти и общества, власти и народа. И никакие бремена, бремени, о которых вы говорите, ни свободы, ни выбора, они не могут пошатнуть вот это вот здание, вот эту конструкцию, которая действительно выстраивалась веками. И на смену Путину придет Путин 2.0. Нет. Путин 2.0 – это и есть уже Сталинлайт. Это уже деривативный дериватив. Поэтому никакого, производная от производной, поэтому никакого здесь воплощения, повторения, сползания на очередной круг, ничего этого не будет, конечно. Именно потому, что все было спародировано, все было доведено до фарса. Стратегии класса Шойгу и Герасимова, идеологии класса Дугина и Проханова, народ хомяк. Именно задача путинизма была довести до кровавого абсурда. Российский народ хомяк. Народ хомяк. Это же Проханов сказал. Русский народ – народ хомяк. Будет запасать кореньи и луковки. Я представила бы гигантского хомякана. Ой, нет, Александр Андреевич – кисонька наша. Кисонька. Просто не могу. Ну, короче, конечно, понимаете, до этого кровавого абсурда мерзкого все это довести и конфликтом с Украиной увенчать, значит, года имперской пропаганды, пропаганды любви, дружбы и миролюбия. Посмотреть, во что превратились все эти летоинститутские стратегии. Ну, это я не буду даже называть их фамилией, потому что мы просто рот потом долго полоскать. Большое наслаждение. И как ни ужасно все происходящее, да? Прекрасно, что Украина оказалась способна этому всему кровавому цирку так прекрасно противостоять, перевести его в такой серьезный регистр. Дима, такой вопрос вообще более общий. Мы говорим о том, что выросло, да, из русской культуры. Ну, а где вот этот позитив, который нам всегда-сегда учили, который не может не порождаться русской, российской культурой, какой хотите, да? Где эта красота, которая спасет мир? Почему она никого не спасает? Вот это, знаете, у Александра Елина в его Фейсбуке идет обсуждение, а почему, собственно говоря, русская интеллигенция оказалась так неэффективна в своей контрпропаганде. Ну, ведь это очень просто. Потому что зло всегда эффективно на коротких дистанциях. Человеку всегда можно соблазнить гадостью. На то и существует соблазн. Человек существует греховное. А почему Бог сам не справился, и Адам и Ева съели яблоко, а Каин убил Авеля? Ну, тоже ведь сам Бог им преподавал, а ничего не помогло. Человек очень легко соблазняется легкостью зла, доступностью зла. Но тут, понимаете, вот в чем на самом деле великая правда. Все-таки Украина защитила честь славянского. И у меня возникает вот правильное такое ощущение, как мне кажется. Ведь говорил же, собственно, Спартаку Джованьоли. Почему мы восстали? Потому что я хочу умереть в бою, а не в цирке. В цирке умирать обидно. И вот Украина сумела перевести этот регистр цирка кровавого, в котором мы жили, в регистр высокой трагедии. И, конечно, нельзя не любоваться тем, что происходит в Зеленске, чудесами самопожертвования, которые показывают мирные волонтеры. Не могу не восхититься друзьями моими в Киеве, в Днепре, во Львове. Великолепные образцы человеческого. Что делать русскому народу? У него много достойных примеров для подражания, в том числе в собственной истории. А русскому народу победить фашизм. Он уже один раз это сделал и должен повторить. Но не в Киеве, конечно. На этот раз ничего не поделаешь, фашизм приходится побеждать у себя дома. Ну, у нас есть такой опыт. Ну, у себя дома мы еще не побеждали. У нас был замечательный опыт 91-го года. Я думаю, можем повторить. О, и даже можем повторить. 91-го? А что вы имеете в виду 91-го августа? А в 91-м году в августе защитил российский народ свою свободу. Правда, он выбрал для этой свободы не очень надежный символ бывшего парочка Ельцина, который потом наломал ужасных дров. Но три дня вдохновения мы пережили. Мы переживем их еще раз. Господь может повторить. Да, мы сейчас еще раз тогда вернемся. В 91-й год раз уж в этом, кстати говоря, до событий, начавшихся 24-го февраля, много у нас говорили в связи с 30-летием, да, и развала Советского Союза, и 30-летием событий 91-го года. Так вот, если мы опять туда вернемся, мы, по-моему, даже с вами несколько раз говорили, что в конечном итоге такое ощущение, что август 91-го года это было не за свободу, а за потребление. Нет. Это было не столько за свободу, сколько против извращения. Потому что ГКЧП, Комитет национального спасения, берущий в райобласть в трясущиеся руки, это было уж очень показательно. Конечно, они были, ну, я говорю, история в России пишется Господом очень наглядно, чтобы всем было понятно. Это были такие возвращенцы, что, отвратясь, не наплюешься, и, конечно, я понимаю, что и Медвигова, но понимаю и то, что возвращаться к таким людям никому не хотелось особо. Насчет свободы тогдашней, и насчет тогдашних принципов, конечно, люди не очень себе представляли, куда они стремятся. Но то, что это было не за потребление, совершенно точно. Вообще, проблемы потребления, они в 90-е годы не были актуальны, потому что кто не потреблял, тот этого навыка и не имел. Я вообще не очень себе представлял, что такое западный мир. Это же не было стремлением к западу. Это было стремлением к достоинству. Это было стремление показать, что с нами не все можно сделать. И я очень с большим умилением вспоминаю те времена. Хорошо, тогда что касается потребления. Смотрите, ну, и здесь нельзя не согласиться с Путиным, который называет то, что устроил Запад в отношении России, экономической войной. Правда ведь? Это реальная экономическая война. Вот эти все многочисленные санкции. А ему больше нравится горячее, что ли? Я не понимаю. Чем он недоволен? Он устроил горячую войну. Ему не про него, про экономическую войну. Чем это может кончиться? Вы как считаете, что она, эта война экономическая, объявлена с расчетом на возмущение народных масс, которые пойдут, значит, там, я не знаю, брать, что там, Кремль или Белый дом, лишившись там, чего там, гречки, сахара и что там еще сейчас разбирают? Нет, это просто нет. Ну что, такого наивного расчета у них, конечно, нет. Там серьезная советология, которая прекрасно понимает, что народ будет сплачиваться вокруг власти, а вовсе не годовы. Это просто попытка в единственно доступной форме нанести удар. Вот и все. Потому что никакой другой формы воздействия, никакой другой формы реакции у них нет. Посильно помогать Украине и посильно мешать России. Вот и все. Это просто реплика, которая позволяет не скатиться в военное противостояние. Скатиться в конечном итоге? Дойдем мы до кнопки? Ну, это же не от нас с вами зависит. Нет. Здесь просто ощущение. Ощущение обстояло. Знаете чего? Готовы ли те политики, которых мы знаем, как здесь, так и там, готовы ли они к такому движению? Как я бы написал где-то в последнем дилетанте, одно неосторожное движение. И вы отец. Ну, там и, я имею в виду, в данном случае, и Третья мировая война. Те, которых мы знаем на Западе, вряд ли готовы. Те, которых мы знаем в России, безусловно, готовы. А чем это разрешится, я пока не знаю. То есть, я действительно, понимаете, вектор мне очевиден. А вот скорость движения не очевидна. Я понимаю, что остаться легитимным президентом России Владимир Путин не может. На что он готов пойти, чтобы сломать историческую закономерность, непонятно. Может быть, он готов действительно уничтожить саму Россию. По принципу, так не доставайся же ты никому. Вот здесь, кстати, большой интерес вызывает моя пьеса «Беспредельщица» с ее вот этим финальным рэпом. Так не доставайся же ты никому. Я совершенно не думал, что это получится такое пророческое произведение. Вот я давящее ее тут читал по разным городам и весям американским и поразился тому, как это воспринимается. Я думаю, он вполне может поступить по принципу «так не доставайся же ты никому». Американская пропаганда, которую вы тоже видите сейчас, она также, как бы сказать, униформенна, абсолютно такая, действительно в униформе, как и российская? Знаете, она чудовищно насмешлива. А в отличие от российской, совершенно утратившей юмора и самоиронию, ну, представьте себе, иронию в исполнении Симоньяна или Захаровой, или Канделаки. Это как, как говорил новелл Матвеева, как если бы ястреб улыбнулся кровавым клевом. А никакой, значит, никакой тошнотворной серьезности, напротив, в американской пропаганде нет. Есть некоторая филеетонность, абсолютно такая интонация холодного бешенства и издевательства. Это, мне кажется, более плодотворный стиль. Ну, с одной стороны, с другой стороны, он, наверное, еще больше раздражает оппонента, я имею в виду, в данном случае, Россию. Это, типа, в общем-то, такие довольно резкие высказывания, я не знаю, может ли это отнести к пропаганде, то, как Байден там называл Путина. Он тоже делал это с изрядной долей иронии. Понимаете, у Гоголя было хорошо сказано, черт, прежде всего, дурак, говорить с ним всерьез умного человека недостойно. Это не серьезно, это понимание того, что это фейковая имперскость, фейковая пропаганда, тотальная ложь на всех уровнях, абсолютно. И поэтому господствуют такие сардонические. Но это из того, что я читаю, может быть, где-то есть уважительный, серьезный анализ. Марин Ле Пен, говорят, вообще с большим пониманием отнеслась. За французскую пропаганду не скажу. Могу говорить про то, что читаю на языке оригинала. А американцы видят, в Америке вообще видят, вы, в частности, те, кто там живут, в Америке, вот эту вот борьбу, борьбу за посредничество. Посмотрите, потому что вы Францию вспомнили, да, здесь Макрон, значит, Франция, Израиль, Турция. Все хотят быть посредником между Россией и Украиной. Но мне кажется, что это все немножко как-то наивно, потому что не нужно России никакие посредники. Боюсь, что это так. Во всяком случае, Макрон, ну, если брать студентов, вызывает иронию определенную, потому что опять позвонил, да, один аспирант тогда такой чувствует, что ему нравится с ним разговаривать. Доходит в этом какое-то мазохистское удовольствие. Ну, может быть, действительно интересно ему, да, ну, оживший герой Достоевна, или там Астровского, оживший Карандышевна, наверное, да, любопытно. Но я просто лишний раз напоминаю, что, понимаете, это ситуация Ларисы и Карандышева, да, Карандышеву посредники не нужны. У него есть ржавый пистолет, ржавый, это важно. В какой-то момент этот пистолет стреляет, но кроме Ларисы от этого никто не пострадал. Самое ужасное, что парад уцелел. Ну, да. Ну, тем более, что, собственно говоря, ведь с самого начала, по-моему, уже мало кто об этом помнит, по-моему, и сам Путин, но совершенно точно Патрушев, который, в общем-то, я думаю, выражает те же идеи, вот, он сказал, что нет никакого конфликта между Россией и Украиной, а, извините, границы между Россией и Украиной. Это границы между Россией и США. Ну, это такая тоже довольно циничная попытка лишить Украину субъектности. На самом деле, есть границы между честью и бесчестью. И она, пролегая сейчас именно по российско-украинской границе, как-то не печаль. И я именно поэтому, я надеюсь, вот это очень важно, что война не перекинется на российскую территорию, именно потому, что это было бы тоже нарушением очень важной границы. Вот еще, что мне важно, чтобы эта война по лозу Украина не превратилась бы в гражданскую. Потому что в России на почве... Я, конечно, должен вас поправить, потому что это... Война, а спецоперация. Да, война под названием... Чтобы спецоперация не превратилась в гражданскую. Но, с другой стороны, это Россия ведет спецоперацию. А со стороны Украины это же не спецоперация. Это защита, да. Но тут еще очень важно, что, понимаете, неудачные или недостаточно удачные войны, ну, как в 2014 году, они часто переходят в гражданскую. Собственно, это и случилось в 2017. Так вот, мне гражданскую войну большинство датирует ее начало в 2017, отдельные проявления даже и в 2016 году. Вы считаете, что существует угроза внутри России гражданской войны? Внутри России существует угроза такого масштабного раскола, какого еще не было. И надо как-то с этим справиться. Акунин, всегда точно бьющий в больную точку, совершенно правильно говорит, сейчас кто не против нас, тот с нами. Сейчас главный слоган, у нас лишних нет. Сейчас надо, конечно, решительно размежеваться с поджигателями спецопераций, но при этом нужно четко понимать, что гражданская война нам совершенно не нужна. Опричнину у нас была уже много раз. Нельзя все время строить страну для тех, кто оприч. Пора строить ее для всех.